Быстрее, быстрее, быстрее. Давай, три поклона. Миром, раздевайтесь, проходите вперёд. Тут мы ключом закрываем. Надежда Васильевна, придёт ещё. Всё, раздевайте, я валенки дам. Только сильно не раздевайтесь, тут холодно. Снимай, снимай. Только голыми ногами не наступай на эту, на грязную. Ты знаешь порядок. У меня не голые, носки. Нет. Вот, можете надевать валенки, смотрите. У нас пол холодно. А что Вас печка не топит? Ну дай им не наступать. Вытащи ногу сюда поставь. Давай, тапочки дать могу. Давай тапочки. Давай. Да я вообще-то им в носках не замёрзну. У меня двое носов. Не-не, пол холодный очень сильно. О! Печка не топится. Это Валя Барышникова подарила. Как она там? Давай. Валя Барышникова. Ходит она сюда часто? Где эта вода-то? Валя Барышникова. Валя Барышникова. Валя Барышникова. Валя Барышникова. О! Сюда вперёд проходи. Милости просим. Валя Барышникова. Тихо-ночь! Валя Барышникова. Сюда, проходите, а то я затолкнусь с вами. Тихоныч, ты знаешь что, вот эта вот ващинка белая, ты не думаешь, что-то добавили. Я тебе в прошлый раз хотел вернуть баночку. Думаю, баночку мне дарят. Ты что, продаешь или не даешь? Да прямо продаю. Ну что, могу сказать, дай ты скорее, чтобы никто не видал. А вы дали Наде. Я потом дарю всем, всем. Мы Наде дали, и... Слава Божьей только. Я поминаю тебя, Сергея, молимся. А для меня мед, я каждый вечер маленько... Это лекарство, я никому не угощаю. Так просто. Давай, садись рядом со мной. Вот сюда, поближе. О! О! Нет? Маленько-то раскубались. Не жарко тут хотя бы. Да, у вас как всегда, свежий воздух. У вас в интернете-то кто-то работает? Ну, зачем я... Кто называет Слава, да, это... Другой Слава. Значит, вот, я выставляю сейчас, снятое у нас все, что есть, в YouTube называется. В YouTube это... Ну, не просто так. YouTube... Это, как бы, твой ящик. Все фильмы мира на одной, вот, находятся этой... Их, которые вот мы снимаем, все здесь. Только заряди, она тебе даст любой фильм. Вчера у нас... Нина, заходи сюда. Я не научился. Вчера у нас был здесь детский концерт, он уже здесь в YouTube стоит. Понятно. Это техника такая. Вот. Ты в прошлый раз меня спрашивала про Осипова, помнишь? Ну, ну. Вот давай сейчас мы зарядим, смотри. Это мой форум. Видно? Православный форум Игнатия Лапкина. Тебе видно? Все видно хорошо. А? Видно, видно. Видно. Теперь вот сзади, общий поиск. Я вставляю сюда слово Осипов. Гляньте, вот она выставляет, теперь Осипов. У нас много проповедей Осипов и Славы. Так, Осипов. Вот я вставил его, сейчас мы найдем. Вот она, именальная юстиция со временем протестанта. Потеряевка. Так, где про него что сказано? Надо не... Да другое, может быть, здесь надо ставить уже. Просто Осипов я много поминаю о нем. Ты прослушал все проповеди его? А? Почему я прослушал Осипова? Все и ты не прослушивала. Ну, я не. Он каждую неделю встречается где-то и говорит, и они то выставляют, то нет. Ну, у Славы много записано у Наташи. Да, много у него записано. Много, очень много записано. Вот смотри. Без Святой Библии легко стать манкуртом. Это что за слово? Вот, теперь гляди, что. Православные монахи сжигают книги Осипова. Еретические. Вот они стоят монахи. Тебе видно? Ну, видно. В чем его ерес? Ну, то-то-то. Сначала ты видишь или нет? Ну, вижу. Вот сейчас я пускаю. Я же не сказал, что это мое мнение. Монахи. Так. Вот. Пуши какие-то. Машины привозят книги. Их сжигают. Попробуем их все сжигают. Да, видно так. Это православные монахи. Такие же они сжигают книги. Вот они. Сейчас покажут книги какие-то. Покажут книги Осипова. Смотри. Покажут книги. Кенни, давай вот отсюда начнем. Чтоб мы подпалюли. Она будет гореть. И мы будем уже в готовый костер закидывать. Вот. Костишка, которая закреснет. Это святая. Сейчас будет подробно. Алисировать. Вот она. Времени и вечность. Это православное, не Батву. Это не яблок. Внимание, обратите внимание. И вот они привозят машины и от них не выграют. Внимание, обратите внимание. Внимание, обратите внимание. Теперь смотри дальше. Жгут книги профессора Осипова. Устраивали автодафы Александра Шмеймана, Александра Меня, Иоанна Мейендорфа. Дело дошло до международного скандала. До уважаемого профессора МДА дошла очередь, не считая себя лично почитателями его трудов. И что теперь об этом говорят? Каждую ткну это отдельный ролик. Что об этом говорят священники, монахи и другие. К сожжению книг Осипова. Отец Георгий Максимов говорит о сожжении книг. На месте Коптины говорит. Дмитрий Смирнов, священник Максим Каскун. Сжечь книги и изыщества. Вот эта цифра... Отец Георгий Максимов, допустим, говорит. Я ткну ее. Вот видишь, она в буквы. Я ткнул в нее. Вот сейчас она ее открывает. Батюшка, мы просим вас прокомментировать ситуацию, которая была недавно в интернете, выставлена на всеобщее обозрение, когда двое монахов сжигают большую партию книг Алексея Ильича Осипова. Книга называется «Зребенную вечность». Ну, вот очень много обсуждалось в интернете, на форумах. Ну, понятно. Да. То есть дальше его спрашивают священника, ну, а он отвечать будет. Священник такой-то. Чужая. Теперь я просто вам покажу, вот сколько идут в ряд. Вот здесь вот это. Это все священники, вот они в ряд, которые отвечают, ну, сам Осипов и Осипов, лекция там о православии. Вот. Книги, он тут будет выступать. Живет. Андрей Кураев об этом говорит, то есть выступает где. Дмитрий Смирнов. Вот. Беседа с наместником Оптиной пустыни. Вот я только... А Синяева нету здесь, Олега? Здесь его нету. А так-то есть он, Олега Синяева. Тут тоже можно сейчас зарядить его море информации. Здесь все есть. Вот. Вот спрашивает, который о сожжении книг Осипова, священник один, на месте Оптиной пустыни. Вот смотри, сейчас будет говорить. Ну, немного. Все не покажешь, хотя немножко. Это не один, не два человека. Что ж нашли у юридического, если он по святым отцам. Вот смотри. На месте Оптиной пустыни, архимандрит Венедикт. О сожжении книги профессора Осипова. Батюшка, от Алексея Ильича Осипова. Что вы скажете? Ну, что мы скажем, Алексей Ильича Осипова. Я в свое время еще в семинаре был. Это уже больше сорока лет. Каждый знает его. Он присылал. Больше сорока лет Осипова знает. Так он преподает. Больше сорока лет. Преподавать. Батюшка мой там учился, у него знает. Почитай дальше. Так, минутку еще. Больше сорока лет. Преподает духовные семинары. Сейчас я покажу. Это люди говорят не понаслышке. Вот отец Георгия Максима Лыдкина. Так, сожжение книг. Осипа Дмитрия Смирнов. Слышал такого? Не, ну, только полностью. Что он объясняет? Так ты не дам послушать. А что он дальше объясняет? Это все в книге сказано. Вон она лежит книга. Но у батюшки весь там доставал. Вот. Что же нашли теоретического у него, если он по святым отцам говорит? С помощью видео можно привлечь аудиторию, рассказать о себе и прорекламировать свою компанию. Google Adwords для видео позволяет быстро, эффективно, без особых усилий и затрат размещать видеорекламу. Дожмите кнопку, чтобы начать работу. Все. Ну, это вступление его не оторвешь никак. Без него не начнется. Рекламу такую дают. Тихинский монастырь. А, крутит. Видишь, она не все протягивает еще. Он критикует монастыри. Критикует монастыри. Потому что дневное много. Утром она хорошо идет. А. А, башка Серафим спрашивает. Прокомментируйте, пожалуйста, видеоролик о сражении книг Алексея Ильича Осипову. Ведь это условно о ложных взглядах господина Осипову. Почему вы его называете господином? Может быть, товарищем я называю. Настоятель Тихинского храма Выпуково, Серьгово-Пасхатского района. Ну, где раньше называли. То есть, если как бы уже заранее отрицательно относитесь к Алексею Ильичу, то тут, кажется, что уже скажешь. Моё мнение такое, что сегодня Осипов — это очень знаковая фигура в русском богословии и вообще в проповеди. Правильного скетической жизни и именно правильного православия. Осипово здесь, конечно, фигура важная, значимая. Именно мой взгляд. Что они монахи говорят? Что значимая, его многие ослушают и на его слова обращают внимание. А дальше, когда в книги его пришли, монастырь там объясняет. А когда монахи внутрь-то посмотрели, а там против святых отцов. Совершенно неправославный взгляд. Нигде не встречал против святых отцов. А? Нигде. Вот он даже... Вот ты все не считал. Я тоже скажу. Нигде. Я считал, когда я встречал где-то. Но сжигать я не сжигаю. Потому что там много хорошего. Много хорошего. Но здесь-то говорят люди-то священники. Говорят монастыри, настоятели. Мы это тоже не можем со счетов сбросить-то. Им-то зачем этим заниматься-то? Так. Ну давай послушаем. Но я говорю, что неправильно они делают. У него столько много хорошего. Настолько он правильно говорит. Но есть вопросы, где он совершенно не касается. Как будто он не православный. Я уж не говорю, что в 75 лет бритый в галстуке. Ему зачем это? Зачем? Мимо просто отмахнуться православный не может. Он не может не знать про иконы, посмотреть. Зачем все эти масонские знаки? Дальше. Вот он говорит. Был такой гонитель Адриан. Император. Который казнил веру, надежду, любовь, мать Софию. Ну, языческий император. Гонитель христиан. А по Осипову он в раю. А почему в раю? Осипов его туда затащил. Алексей Ильич. Почему? А вот есть свидетельство, что он одной женщине император помог. Все остальное по боку. Что казнил он в это 18 тысяч, это ничего не значит. А женщине одной он помог. И поэтому он в раю. Нормально? Нет. Не сказала, что я. Молился о нем. Троян был такой. Ну, я откуда взял? Откуда ты взяла такое, что загонители, христиан, молиться? За чего? То есть, в таком месте в раю. Насмешка над христианством. Это нельзя даже так сказать, что таким местом. Просто была услышана молитва. Он не сказал, что в раю. Ну, а ты услышал молитву? Услышана была молитва. Я не все слышу. И что дальше услышано? Еще? И все услышано. А дальше Бог распорядится. Но Бог услышал молитву. Зачем ему это нужно? Скажи. Если к его слову люди прислушаются, зачем? Когда есть Евангелие и говорят, что верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. А они верующие не увидят. Ты кого оспариваешь? Это Христа? Давай дальше. Что еще какое есть? Понимаешь, нет? Мы не можем пропустить мимо-то. Иначе сейчас Сталина канонизируют. В Латвии Гитлера канонизировали. Иконы висят. Сейчас на канонизации стоит Суворов, Жуков. То есть они уже стоят, уже не знают. Этого канонизировали Ушакова, адмирала Ушакова. Совершенно люди никакого отношения не имеют к тому, что должно христианину быть. А что? А много побед одержал, много крови пролил. Над нами смеются уже не враги, а малые дети. Так, ну что еще? Я про это тебе говорю. Надо быть очень и очень внимательным. Я стою на стороне, на его стороне, что неправильно делает то, что сжигают. Совершенно неправильно. Совершенно. Его уважают. Уважают, это не знак, что уважают. Отец Моргий, сейчас по интернету, может быть, видели, ходят видеозаписи, к которым два монаха сжигают книги Алексея Ильича Осипова. «Книга одна. Посмертная жизнь души». Такой видеоролик. Собрал много комментариев. Как вы к этому относитесь? Как вы можете прокомментировать события? Насколько я слышал об этой истории, что эти монашествующие были из монастыря, который приобрел партию книг Алексеевича Осипова и сначала предполагал продавать их для паломников, а затем, после того, как братья обнаружили несоответствие содержания этих книг святодейческому и евангельскому учению, они приняли решение их уничтожить. И здесь нужно сказать, что их поступок вполне можно понять, и сложно предъявлять к нему какие-то претензии. Это то, что является их собственностью, и своей собственностью они могли поступать так, как считают нужным. Это что касается какой-то там светской стороны. Что касается духовной стороны, то известно в предании церкви, в частности, в луге духовном это описывается и в других творениях святых отцов, что с книгами, которые излагают заблуждение о вере, предписывается поступать таким образом, чтобы их никто больше прочитать не мог. И здесь можно уже говорить, допустим, о форме сожжения, допустим, может быть, это не очень экологичная форма, может быть, там лучше было сдать ему платформу, но здесь, конечно, в их поступке, этих отцов, видно и их отношение к содержанию этой книги. И здесь тоже нужно вспомнить, что Алексей Ильич Осипов, хотя является, безусловно, человеком незаурядным и широко известным, но при этом его труды, его лекции, его книги, они тоже много для этого вызывают большую беспокоенность у очень многих православных людей. Очень многие православные люди смущаются и совлазняются тем, что написано в его книгах. Вот, в них есть и нечто и доброе, и согласное с учением церкви, но, к сожалению, есть много отступлений и даже прямых противоречий святоотеческому учению. Вот, и в частности, в том вопросе, который... Ни одно, ни два, много лет и много-много противоречий святоотеческому учению и даже священному писанию. И при том эти протесты уже идут много лет. Он же, дескать, отравляет учеников, какие же попы. Я с ними когда разговаривал, это попы как неверующие совсем. Плоды растут и плоды идут страшные уже. Страшные. Они как атеисты эти растут люди. Слышь, а не может быть так, что, например, он обличает их, а они... Подождите, я хочу... Ну вот о чем сейчас говорили-то. Зачем ему... Кого он обличает? Адриана? Он обличает монастырь. Он обличает службу в церкви, вот этим пением, вот это... Да согласен с этим, я сказал, я согласен. Я-то на его стороне, вот в чем дело-то. Я ему свои труды посылал. Самое большое добро, на моей книге, которую посылал я. Я не на вас сказала, что это будет. И нынче ему тоже мою книгу отвезли, я с ним сегодня по телефону разговаривал. С Егосипом? Ну да, конечно. Я так говорю, не о каком ощущении. Вы священников этих обличаете, тоже наших, вы тоже противники... Понятно. Они ничего не могут указать, здесь они прямо указывают. Они указывают не то. Вот сколько мы с Ниной слушаем, ничего не надо. Которому посвящена была книга, которая подверглась сожжению. И в этом вопросе тоже Алексей Ильич Иосифов, к сожалению, учит противно святым отцам, соборам, посвященному писанию, когда он предполагает, что можно спастись без Христа, без церкви, когда он... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Это уже ложь. А? Кто ложь говорит? Он говорит или пишет? Он ложь говорит. Он говорит то, что написано. Да нет. У нас что, мы с Ниной слушаем, ничего не написано. У меня книгу привозят, я его книгу читаю. Ложь. И тот же диск, который его голосом насчитан. Как ложь-то? Нигде такого, что вне церкви нет. Ну ты скажи, я такое не читал. Нигде такого нет. Ты на каком основании говоришь? Я слушаю. Когда книги сжигают. И вот он говорит, что это в этой книге. Речь идет об одной книге. Ну это мы не можем отрицать. Так нельзя. Я эту книгу еще не читала. Он еще шутил. Я не читала. А по смертному состоянию... Ты не читала, допустим. А я читала. А теперь о чем спорить-то? Я не согласен. Но я не согласен, что книгу сжигают. Там много доброго. Ну вычеркни там одна строчка, не так. Там он сказал. Он считает, можно спастись и без Христа, и без церкви. Это безумие? Нет такого нет. Без Христа не спастись, и без церкви не спастись. Нигде такого нет. А он легко это допускает. Мы не можем это, ну... Ты еще скажи, такого не слышишь. А то нигде. Я нигде. Как ты нигде? О чем я слушал, нигде не слышал. Вот так и говоришь, что ты этого не считала. Не слышала. Вот это я скажи, не слышала. А то нигде. Вот нигде. Нигде. Я тебя просто отпрашиваю. Ты все его, что он уходит, читала эту книгу? Не все. Ты его в глаза не видала. А зачем? То, что я слышала, такого не было. А ты книгу эту видела, читала? Нет. Ну зачем ты говоришь слова, за которые тебе отвечать уже придется? Запись мой, ты ее пропустил. Речь идет об этой книге, он говорит. А надо внимательно слушать. Я зачем вам показываю это? Он придумывает какие-то учения, которые не были известны святым отцам. Когда он допускает реабилитацию учения по катастосисе, осужденное и Пятым Северским собором, и многими соборами православной церкви, то, конечно, здесь мы не можем делать какой-то удивленный вид и воспринимать это как какую-то неожиданность. То, что учение Алексея Ильича Осипова вызывает большой соблазн и споры среди чая-то русско-православной церкви, это ни для кого не секрет и ни для кого не является новостью. Хорошо. То, что я говорю, для тебя это секрет. Он говорит, ни для кого не секрет. Все знают. Книги вызывают огромный соблазн. Огромный. Потому что это вопреки святых отцов, вопреки вселенских соборов, вопреки священного писания. У людей факты эти. А я не считала. Ну, значит, малограмотные ты не считала. У тебя в них руки, говорится, не дошли до этой книги. Так, отвечай. Но я еще это заранее говорю. Я против сожжения. Я против. Ну, то, что он говорит, я с ним согласен с этим. Но ни одной книги его я не сжигал и не буду сжигать. Вот и все. Ну, все правильно. Но дело в том, что... Просто в данном случае вот этот протест, который на самом деле не только эти монахи, но очень многие люди испытывают в отношении его учения. Вот. Этот протест, он выразился вот в таких формах. Спасибо. А скажите, можно ли вообще сжигать книги, которые противоречатся от отеческому учению без благословения архиереи и нужно обязательно получать такое благословение в письменной флаге? Я первый раз слушал на том, что есть какое-то требование на... или какое-то щение получения благословения на сожжение. Вот. Это что-то... что-то очень новое. поскольку ни коммунов таких нет, ни, соответственно, и требований святоотеческих таких нет. Это... Понимаете, если вдруг вы купили еду и потом узнали, что она испорчена, вы ее уничтожаете. Вы ее не даете друзьям или еще кому-то, не едите сами. Вы просто берете ее и уничтожаете. Точно так же и те люди, которые считают, что в этих книгах содержится опасное заблуждение, они не могли их отдать кому-то или еще что-то сделать. Придите как осторожно, внимательно отвечать, говорите. Вопрос. Вы читали эти книги его? Вот эти не читал. А просмотрел-то, как я... И наткнулся как раз на эти места. Наткнулся. Читал ты его? Совершенно вопреки Священному Писанию. Тут меня он не перейдет никогда. Я ему это докажу в течение 5 минут, что он здесь еритик самый настоящий. За это его отлучать от церкви, а она ему будут предавать. Как его предоставили столько лет учить священников? Почему ему разрешают учить священников? Да ты ничего не знаешь еще. Почему? Другой вопрос. Почему разрешает? У нас разрешается в церкви то делать, что дальше уже некуда. Священники гомосексуалистов обвинчать начинают. Ну он критикует. Церковь критикует. Монастырика. У нас не дошли, что сейчас свободный епископ устает женщина. Епископом. Гомосексуалистов. Оба они ему. И чтобы папа, мама из паспортов убрать. Чтобы не было. Чтобы людей не смущать. А говорит так. Которые живут партнеры номер один, номер два. Под номерами. Они все мужики. В Москве гей парад этот не прошел. Там как вышли все казаки. Разогнали туда. А теперь вопрос. А почему они его, например, не вызовут ничего? Не поговорят с ним? Говорят. Все там приходят и говорят. И проще. И он все равно по своему. Нина. Я слышал. И тут говорят. Вот я тебе показываю целый ряд. Я понимаю. Людей, которые есть. Которые говорят. И которые говорят за. Там есть. И которые говорят против. И которые говорят нейтрально. Ну не за спиной. Я имею в виду. Лично ему вызвать. Кто-нибудь. Да они уже не говорят. Вот я что говорю. Лично ему. Он же не в закутке где-то сидит. Вот я что говорю. Такой человек имеет встречи с людьми. И люди ему это говорят. Почему он на это отвечает? Ты не слышал там? Ты ничего не видел? На встречах его я не был. Не-не. Я говорю. Записи никаких нет. Это последние книги, которые еще раз подтвердили, что его вопрос разрешается только так. Вот какая штука. Нет. У меня есть. Которые его задают вопрос. Обвиняют его в еретичестве. Он доставит святых отцов и говорит. Это же не мои слова. А почему обвиняют в еретичестве? Что он говорит? Гиена не вечна. Мы не знаем сколько это будет. И он доказывает несколькими святыми отцами. Эти святые приняты церковью как ведущие святые. Это их слова. Говорят не мои слова. Были ему. У меня есть такая тема, что ему задают вопрос. В чем его обвиняют? Что вот ты проповедуешь, что гиена не вечность. И Слово Божие написано вечно. Вот она говорит на святых отцов, которые ссылаются. А я сижу и слушаю. Это все, что она говорит, я здесь выслушал. Все под сомнением места, которые он берет. Там заложен совершенно другой смысл. Люди, которые не знают, но они первую фразу берут. Он там сказал, а святые отцы совершенно не о том там говорят. И он берет там полпредложения буквально. И дальше закрывает и следующего берет. Здесь меня он не проведет никогда. Но люди-то имеют другой уровень. Знают где-то. Священным писанием они не могут возразить. Я бы ему сразу местами писания показал, что ты проповедуешь ерес. Тебя надо анафеме предавать. Кто не будет проповедовать то, что мы, Павел говорит, проповедуем, да будет, что предан анафеме. Вот и все. Но я его не вижу. Доступа до него не имею. Предавать анафеме я бы его не стал. Вот. Но я бы одного спросил. Зачем ты бреешься? И зачем галстук носишь? У меня простые два вопроса. Зачем? Галстук это знак масонства. Зачем ты его? У него может быть определенный. От этого заблуждения то не идет, что там он сбыл город. Ты не забывай. Когда, говорит, встретились на встрече на одном обеде, я, говорит, сижу, говорит, и думаю, какой я одинокий, дядя. Гляжу, говорит, который там напротив стола. А столой там министр сидит. Гляжу из Америки, который бросил, говорит, вилку, говорит, и на него ложку положил. Я, говорит, сразу насторожился. Это знак, что я брат. Я так глянул на него, он меня показал, говорит, вот так вот оперся на ухо и показал три пальца. О, я понял, насколько выше у него звание. Я лейтенант, а он генерал. Я склонил голову, то есть слушаю, что повелишь. Сидящий рядом, никто ничего не понимает, не знает. А тем же знаками рассказали. Он показал только. А движение пальца, это у масонов, когда принимают, он все это изучает. И он понял. Готовность умертвить любого, кто сидит здесь, если будет дан приказ. И он его в глаза не видел. Даже еще фамилии не знает, но он понял, что я склонил голову, подчиняюсь полностью тебе. Там железная дисциплина. Выйти оттуда уже невозможно, только через кладбище. Мы не знаем, где он был принят, не принят. Ну вот, открытый был Ельцин. Когда его масоны принимали, как ему масонский знак вешали. Давида Швили его там принимала. Вот, колдунья-то это. Вот и все. А спрашивают, а как Горбачев? Ну, Горбачев принят был тогда-то, тогда-то сегодня раскрывается. А на Мальту он зачем ехал? А то остров Меридия Павел потерпел к обракушению. Зачем он ездил-то? И больше нигде на суше нельзя было встретиться. План был составлен. Вот Россию ограбили. Да, говорят, ограбили. А как ограбили? А сейчас все это печатают. Ее грабили не здесь, ее в Америке назначили. Вызвали их туда, Березовские. Всех, которые были назначены, туда вызвали. Здесь поговорили. Сказали, с какого времени. Дальше ваучеры будут. Мы ничего не знаем. Ложили, вставали, по 50-100 надо обменивать деньги. Они это все знали, что будет с народом. С Щубайсом говорят. Вы знали, да? Знали. Вы знали, что люди будут убирать? Ну что 15 миллионов? Он открыто и Щубайс говорит. Ну 15 миллионов, подумаешь, как Жуков говорил, бабы снова нарожают. Не жалеть людей. Они открыто говорят. Как об окрале России. Поставленный фильм для евреев. Говорят на еврейском языке, еврейскими буквами, а на русском идет перевод. Как они хохочут. Как что там делают. Ельцин на второй срок выбирает. Семи банкирщины. Говорят, не семи речи, а семи банкирщинам. Это все сегодня открыто. И вот он говорит где-то, а меня это не касается, что он там говорит. Я сам под таким же напором. Мои книги также сжигают где-то. Один там нашелся поп, новый завет сжег. Мои комментарии на блаженного фефилакта. И он похваляется. А мы теперь выставили им счет. На это. Вы разберитесь, как это у вас. Да не может быть. Я патриарху написал. Как вы отвечать за все это будете? Мы Евангелие раздаем. 30 тысяч экземпляров раздали людям. А священники собирают и сжигают их. Вот священники православные. Как же они служат здесь? Вот те же и священники. Это антихристы настоящие. Это я все написал патриарху и послал Кириллу. Это все выставлено в интернет. Может быть у него на столе уже давно. Но если бы сказали, а патриарх приедет, по первому чину принял бы его. Подошел под благословение. Так он не прав. Это запредельно. Вот в этом он не прав, я бы сказал, не прав. И вот они сейчас терпят. Вот девки там плясали, ноги поднимали. Но меня везде отовсюду звонят. В интернете спрашивают, а что должны были делать? Только не то, что делают. Они совершенно лишенные разума. Те, которые церковники. Их трогать нельзя было этих поганок. Пальцом нельзя задевать. Да конечно. Но вы меня спросили, я отвечаю. Я был в Москве, выступал на телевидении. Это в интернете мои. Перед храмом Христа Спасителя. Мы сейчас были, молились. И я там это говорил. Перед храмом Христа Спасителя. Прямо рядом. А что надо было делать им? Нужно было следующее. Купить, собрать деньги. Купить большой амбарный замок. Самый большой. И храм Христа Спасителя со всех сторон закрыть. Все. Храм осквернен. А почему? Написано. Павел ввел трофеи, мы увидели. И сразу двери храма были закрыты. Так его можно осветить? Все. Можно осветить через три месяца. А от этих три месяца, чтоб служба шла круглосуточно возле храма под дождем, под солнцем. Из сердца всего народа обратилось бы к вам. А сейчас на их стороне не взоров другие. У одной там ребенок, маленький. Все на их стороне. И вот церкви сразу. Они кинули лозунг. Пили кресты, спасай Россию. Пошли везде поклонные кресты пилить и показывать, как их валят. Это все последствия безумной политики. Там, говорят, слишком большие силы ставили. Кто за этим задействовал? Как заранее, чтобы их не бросить? Ну дали два года они сидят. Ну и что им эти? С ним обходятся немножко по-другому, чем с нами. А можно было сделать? Они не пойдут на это. Патриарх должен был стоять с непокрытой головой под палящим солнцем и плакать. Весь народ, вся Россия пошла туда. Они ничего не понимают. Сердце народа всегда на стороне страдающих. Считайте про топов по вакууму. Сегодня только против были. Но сегодня Никона сослали. И сегодня все на стороне Никона. Почему? Он страдающий. Нельзя прикасаться пальцем к ним было. И они бы в крам больше никогда не пришли. Как пришли? Они не понимают, что делать. Они перед этим были... Там какая-то выставка пришли. Они пришли, разделились до гола. И при всем народе стали совокупляться. А одной было две недели до родов. Да какие же это люди-то? Полностью. Ни нитки нет. И прям по-настоящему совокуплялись. А там дети есть. Их даже убивать нельзя. А все говорят, а если бы они в мечеть пришли, что мусульмане сделали? Они бы не вышли. Правильно, не вышли. Но мы не можем брать пример до христианской эпохи. Мы христиане. Еще раз говорю, трогать их нельзя было. Они непоправимо заблудились. А что здесь нужно было монахам сделать? А людям как раз и показать. Эти книги вы можете брать. Ну вот он говорит, теперь давайте собирать. Он проповедует. Он говорит перед телевизором, а эти монахи-то ничего не делают. Ну не сожгли. Ну сожгли. Ну сколько здесь? Ну я посмотрел здесь. Ну не больше пяти тысяч экземпляров. А тираж-то семьдесят тысяч. Да он сейчас видит, быстро разбирает книги. Хорошо. Он снова их издал. Они их купили, эти книги-то. А там монахи жгут свои деньги. Неоткуда-то. Он прямо про это говорит. Они не знают, что делать. Мне вот иногда из Москвы, из монастырей звонят. А что бы вы сделали там с Австралии, из других стран? Другие вопросы. Я им отвечаю, что сделать. А как это мы не подумали? У меня было такое время одно. Здесь глава администрации Карлин, Александр Богданович. И вот он решил создать около себя религиозный совет, чтобы как с населением проще-то было там. Ну а православные-то здесь. Они забунтовали как? Мы православные. А с нами вместе будут там баптисты, адвентисты, еретики сидеть. А мы против. И они между собой... А я не знаю про это. Я теперь знаю только. Конечно, не без Максима, епископа. И они начинают. Как Карлина уговорить, чтобы он тех-то не принимал? А чтобы мы одни были около Карлина, слева и справа сесть. Они просят его. А о Христе-то они не знают ничего. Как это сделать? И они говорят, давайте так, нам одним не осилить. Тут мусульмане есть. Возьмем дореволюционное, что? Иудаизм, мусульмане, буддизм, православие. Четыре. Вот мы объединяемся и Карлину представим условия, чтобы их не принимать в совет этот. Ну и они... А кто Карлину подаст? То есть мы же решили, кошка должна как-то быть известной. Ей надо колокольчик повесить на шею кошки. А кто повесит-то? Крыса-то решает, а повесить некому. И здесь они решают в епархии и решают, что это может сделать только Лапкин и Гнатия Тихоновича. И они уполномачивают двух благочимных. Войтович Александр, Барнаульский округ, и Погиблов, Горнавалтаз. И они приезжают вот в этом здании у меня. Здесь я их встречал. И они излагают свой план. Я говорю, ребята, давайте рассудим так. Я согласен. Вы меня нашли, как мальчика для битья. Дескать, меня бей, шкура толще, как старого быка. Я пойду к Карлину. Но давайте решим, стоит ли это делать. Пойдите. Я не боюсь, но я хочу просчитать, надо ли. Первый вопрос, надо ли. Так, давайте рассудим. Карлина народ не избирал. Он вставленный к Путина Владимира Владимировича. И против Путина он не пойдет. Вы согласны? Ну, конечно. А зачем против? Давайте дальше. Вы еще не знаете, что. Дальше. Карлин – это юрист очень высокого класса. Он законно составлял на Российской Федерации. И против закона Александр Богданович не пойдет. Согласны? Согласны. Вот все. Два пункта. А вы знаете, что на снимках видели везде, что президент с патриархом Кириллом очень близки? Да. И против православной церкви отсюда выводила ему. Он тоже не пойдет. Это идти против Путина. Они тоже согласились. Так вот. Вам нужно не это делать. Не ездить к мусульманам. Они поехали к мусульманам. А Карлину положить на стол маленькую бумажку и сказать. Мы от совета этого отказываемся. Только вы одни. Никого с собой не тащите. Ну и что? А ничего. Карлин просто откажется и скажет, мне совет такой не нужен без вас. Почему? А зачем вам совет-то? Что вы мне будете советовать? Патриарх советуется... Путин советуется патриархом, а я буду с какими-то еретиками. Да вы что? Он откажется сразу. Гляжу они, мобильный телефон в епархию. О, тут такой огромный потенциал. Совет. А я самый простенький совет-то дал. Огромный потенциал. Вообще смешно даже. Ну и что советовать? Я говорю, поезжайте домой. Вообще благослови и езжай домой. Проходит дня два. Карлин отказался от совета. А мне звонят с карьевой администрации. А перед этим звонила она зав. кафедры теологического факультета. Волобуя Марина Маратовна. Она говорит, Инатий Тихонович, Александр Богданович отказался от совета. Я говорю, я это и сказал. Да как вы знали? Да очень просто. Против Путина он не пойдет. И против Конституции не пойдет. А по Конституции все еретики, все одинаковые для него должны быть. Он не может по вере выбирать. Он должен смотреть по Конституции. Для него не Библия руководство, а Конституция. И когда его ставили, он давал клятву, как и Путин, и Медведев, на Конституции Российской Федерации. Он юрист. Он не может пойти на это. Он не может пойти. Он хороший юрист. Я сижу дома, знаю, а вы не знаете. Вот они это и поняли. Так и здесь. Не надо было этого делать. Храм было закрыть и молиться около храма. А через три месяца, так они в других храмах писали, что попало делали. Ну и закрытое, потом помоете после них. Ну не так много же они написали-то, не море же там. А через три месяца осветите, и народ войдет три месяца ежедневно в три смены, чтобы молились. Я еще вам прошу, молиться. Вы молиться не умеете и не знаете. Вот потенциал где. В молитве у Бога, перед Богом. Любой вопрос решается на коленях. Это самый сильный инструмент. Вот. Вот. Колени. Ни руки, ни кулак. А когда объединение, это не объединение, а признание канонического общения с зарубежной церкви прошло, у меня один полковник из КГБ звонит и говорит, Игнатий Тихонович, объединились. Теперь мы католиков не растопыренной пятерней будем бить, а кулаком католиков бить. Я говорю, для этого нам Христос дал веру, чтобы мы католиков били. Нам дано то, чтобы католики были нам близкие люди. У них есть священство, это настоящая церковь. Ну, с заблуждениями, такие же как и мы. Они такие же грешники, как и мы. Нам Бог никого не повелел бить кулаком. А наоборот сказал щеку подставлять. Осипов католиков разгромил от и до, по их учению. Их не громить надо католиков. Ему никогда не написать такие материалы, которые я написал. Которые у меня в книге к Истинному православию. А после этого я подхожу к католикам и встречаюсь. Почему? У меня каждое слово, согласно Слову Божию, подтверждено. Как им подняться на другой уровень? Как принять Христа, жить для Христа? Католики от нас ничем не отличаются. Так же не знают Писания. И так же перед Ксенджевской все точно так же делается. Только другое название. У нас больше бородатых. Только всего. Святых католиков, святых он критикует. По святым смотрите учения церкви. А какие? Вот цветочки поливала. Вот она, и я стану великой святой. Ну, настолько оно глупо. Вот слушайте. Каких святых? Ну, та же канонизация, которая не нужна. Канонизации не должно быть. Писание говорит, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. Он знает, что... Какая канонизация? Это суда Божьего еще не было, а вы налево-направо. И вы у этих святых, матронушек, может быть, давно в аду кипят. Зачем вам этим заниматься? Господь сказал, идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Другого не было. Монастыри Бог основал, Господь, только на десять дней. Сидите, никуда не отлучайтесь, доколе не обречетесь силою. Монастыри потому, что еще не обреклись силою, и Дух Святой не пришел. Потому они сидят, ждут и ждут две тысячи лет. А когда обречетесь силою, пойдете во все народы, понесете благую весть. Вера от слышания, а не от литургии. А слышание-то не от матронушкиного жития, а от Слова Божьего. Римлянам 10 глава. Нина, вспомни нашу молодость, как мы собирались. Тут они ничего не могут сказать. И они ни один не возразит. Ему только что увезли в 12-м Осипову мою книгу к истинному православию. А материалы отдельно отсылал, он все одобрил. Для меня в нем ничего великого нет. Павел говорит, я встретился с апостолами, они не наложили на меня никаких ус. И на меня как он наложит? Вот с ним спорят где-то? Спорить не надо, это его видение. Он говорил о детском крещении. Ему вопрос задают, почему он против детского крещения? Выступает отец Дмитрий Смирнов. И он отвечает. Он говорит как? А вот как. Я могу сейчас тебе просто ролик этот открыть, и он про это говорит. Открой, открой, это удобнее. Минус. Ну это просто интересно вам будет. Лучшее взрослое крещение ниже... Это вот все. Видишь сколько? Это на моем форуме. Посмотри, вот это вот, которые буквы такие, это все новые ролики. Вот. Это все они. Вот они. Пожалуйста. Сейчас я открою вам, где Осипов говорит, что его прихожане... О, она меня выбросила. Ну я без них зайду. Так. Смотри, дорогой гость назвала меня. Так. А кто назвала? Техника. Да, да. Ааа. Не знаю. Вот. У него были такие люди, которые обличали в горячечестве. Он ответил все по святым отцам. Ну и хорошо, конечно. Он помимо святых отцов свое не говорит. Не так. Значит не мусульмане, а ислам. Вот я видишь, что не то слово зложил. Что он священство обличает. Что он церковь обличает. Что он церковь обличает. Игры. Ислам и христианство. У меня вот эти ноги жужмиют. Я не могу подогнуть ноги. Ха-ха-ха. Ты их растяни во вместе. Вот это у меня жмёт. Я об этом даже времени не стал бы тратить. Но я знаю, что ты слышишь, в прошлый раз сказал, что ты его слушаешь. Я для тебя это сделал. Слушаю. И многое с Ниной слушаем. И прям вот нравится он нам. Нормально? Там есть что послушать? Есть. Не просто. Есть что. Так он Глана много взял за Бринчанину. Я читаю Бринчанину. Вот Осипова говорит. Повторяет вот отсюда учение Бринчанинова. А у меня 7 томов Бринчанинова. Мы с Ниной сейчас проходим. А где же это он у меня? Сейчас минутку. Ну нигде не слышу. Против Христа, против церкви. Против заблуждения церкви он говорит. Но не против церкви. А вот католику то он да по палочкам разложил. Какие у них святые говорят. Такое и учение церкви. А ты многого не знаешь ещё. Ну сколько слышал, сколько знаю. Посмотри в школе как сидят они, мусульмане. Посмотри, нашу школу сравни. Все до одной в платочках. Одни девочки. Руки сложены. Всё. Нигде не одна. Вот как руки должны лежать. Да у нас ни одного класса никогда такого не будет. Посмотри какое послушание. Нам только учиться надо у мусульман то. А не поносить. Так мусульмане хочется отверли. Почему глухина? В чём? А ну поведение в этом. Одежда. Что-то я не это. А чё эти платки не спасают? Хоть там какие с кружавчиками без кружавчиков. Интересно. Что у меня тут почему нету то? Данил Сысоев. Вот говорят. Это как я хотела показать фотографии. Не могла нынче. Ну я же вот моя. Гвоздик вот. Маленький высокий. И вот здесь меж это самое. Там трапочек нету. Посмотрите где там. Да, прикатяйте. Чё тут страшного так. Да надо. Ну чё тут. Слушай. Былуйся. Начинайте. Вот сейчас я Смирнову найду. Это я маленький это Смирнов, отец Дмитрий. Это не спасает как вы сейчас говорите. Слышишь? Ни плотки ни это не спасает. О святом крещении? Да ну и чё. Не к тому. А вот она как раз и есть. Вы пролеснули. Как раз пролеснули. Пролеснул? Да. Вот где я о крещении говорила. Но. Где о крещении говорилось-то вот сейчас. Сейчас вот первое, да? Да по-моему. Да нет. На этой же странице только вверху было. Вот. 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 Детская. Вот. Вот это? Нет, нет, нет. Вот там где-то Осипов был указан. Да мне Осипов не нужен. Мне нужен Смирнов. Ну вот он Смирнов там и было говорено. Ну вот он Смирнов. Он говорит, ну в таком-то экземпляре она уже. Я зарядила Смирнова мусульманством, где он говорит. Ну что вы слышите? Позапись уже против Христа, против церкви. Против церкви. Да, забыл же я не говорил. Но не против церкви. Вот нигде не нашла. И когда им задали вопрос. Ниже, ниже, ниже. В этом юридическом. А вот они, это вот, послушай, вот эта переписка с мусульманкой. По-моему, он здесь. Нет. Сейчас мы увидим. Откроем. Ну что он сказал, что он не сказал, что он царство небесное. Он сказал, что был услышан. Когда молился, что он поступал по закону вот этот царь. Он не сходил от закона. И говорит, за него молился один святой. И был услышан. А как он услышан? Посмотри. Молодые девушки стоят, мусульманки. Погляди. Гляди. Видела, нет? Да, видели. Вот они молодые мусульмане. А вот девушки стоят их. Вот они на поклонах все, как один. А пацаненок со следствием, это ее головы. Вот они. Посмотри. Вот они стоят, красавицы. Посмотри, как одеты-то. Притом они не то, что там, они сидят. Это повседневная у нее, повседневная. Ну, как цыгане. Повседневная. Вот она. Пожалуйста. Вот. Погляди. А теперь вот этот. Мне один задает вопрос. Сейчас я его вам озвучу. Остал посидеть на одежде. И в огород отправить. Чего же он там на работу? Дмитрия Смирнова. Слышала? Ну, это по военным структурам везде он. Не помню. И чего? Слушай внимательно. Выступает. Сегодня ко мне одна пожилая женщина подошла. Я говорю, батюшка, объясните мне одну вещь. Я говорю, ну, давай. Попробуй. Все надо было, я такие вопросы задаю, что и не отвечу. Вот я говорю, она уже пожилая, когда мне нужен фрам, я поднимаю за руку, останавливается машина и меня везут. Если за рулем мусульманин, он с меня денег не берет. Говорит, ну, не может сын брать деньги с матери, тем более, когда она едет молиться. А если останавливаются русские крещеные, то он говорит, это моя работа и берет деньги. А я говорю, да очень просто. Эти мусульмане гораздо ближе ко Христу, чем те крещеные водители, которые, может быть, даже когда-то и в церковь приходят на Пасху или еще что-то. Потому что в них нет ни милостыни, ни жалости, ни милосердия. Вместо того, чтобы уцепиться за бабушку и сказать, а дай я тебе еще покатаю, давай я тебя и в прачищу свожу, и за квитанцию заплачу, давай я тебя в магазин свожу и сумки отнесу на твой этаж. А если у тебя там лифт, ну, до лифта. Потому что это есть угодно Богу. И вот так интересно. То, что угодно Богу, современный мусульманин знает. А то, что угодно Богу, современный крещеный не знает. И кто же ближе к Богу. Поэтому будущее за этими мусульманами. За ними будущее. Они будут населять эту землю. Потому что современным крещеным это все не нужно. Они и горячие, они и посты соблюдают. Когда их праздник, люди боятся даже в этот квартал заходить. Потому что десятки тысяч молодых мужчин стоят на коленях и молятся Богу. Где вы видели столько православных мужиков? Нигде и никогда только одни бабы. Это правая рука патриарха Кирилла. Это военная, все с ведомства, все ему. Это отец Дмитрий Смирнов. Правильно говорит? Нет. А? Нет. Дела. Одни дела. Вера. Да какая вера, которая дерет голову? Он говорит, веры-то никакой нет. Какая там вера? Он не договаривает только, что это его прихожане. И такими сделал он их. Если эти люди попадут к мусульманам, безжалостные русские-то, они будут ходить по одной нитке. Их сразу научат. Их никто не учит русские. Попы упустили из рук все. Даже он не договаривает. Его вина тут. Это его прихожане. Он говорит раз в год. К нему в храм приходят. Он же себя не будет. Скажет, что я такой не учу людей. Он выступает недавно и говорит. Вот нападает на Осипова, что он говорит, что детей крестить не надо. А как же у нас каноны крестить? Он говорит, надо только у тех, которые глубоко верующие. Которые соблюдают, я всегда говорил это. Я говорю, 25 лет служил и потом стал задумываться. Кого я крещу? Никого нигде нету. Я крещу, крещу и ни одного нигде нету. Это он же говорит дальше. Вот и все. А я день и ночь об этом крещу. Нету благовестия. Нет живого слова Божия. Нет общения с людьми. Ничего нет. Патриарх Кирилл говорит. Вы подходите к священнику и говорите. Батюшка, я хочу поближе к вам быть. Давайте вместе чаю выпьем. Ну хоть через чай хотя бы попу подайте. А попу никого. Он торопится. Они все торопятся. Я к нему приехал с дарами. Привез книги. Последние издания. Там за 2000 лет таких книг не было. Новый Завет. С иллюстрациями, с комментариями. Сижу в прихожей в Омской епархии. И меня ни под каких видов на полторы минуты не приняли. Приехал в Тульскую губернию. Разговариваю с архиереем по телефону уже. И он не принимает на полторы минуты. Чтобы получить его архиерейское благословение. Им это не надо. Я с дарами еду. На 1000 рублей дарю книги. Они народ не знают и не нуждаются. Понятно? Вот и все. Причина то какая. Они упустили народ. В застолье мы были когда-то на Рождество. Такой же застолье. И он сидел с нами ел. И беседовал. И говорил что то, то, то. И прям мне он этот раз понравился. Кто? Рядом со мной. Максим. Да. Рядом сидел я. И то все. Так вкусненько было. Правда духовно он ничего не говорил. Он говорил об открытии сколько храмом назначили. А так нет. Так когда придешь к своим. И ты слова эти запомни. Ютуб. Слышала? Нет. Не слышала. Запиши она. Вот она вверху написана. Ютуб. Это мировой склад всех кино. Какие только когда-либо были. От самого начала. Всех стран. Всех видео кто снимает. Пину на какую-то. Дальше. И вторая поисковая система Google. Называется. Вот я сейчас заряжу тебя. Только. Ну чтоб ты увидела как это делается. Вот смотри. Ну вот. Ютуб. Видишь как это по-английски написано. Теперь гляди. Я вот захожу. Вот это Google. Вот внизу Google система. Поисковая. Я в нее ткнул. Маленько. Хоть один раз. Посмотри. Вот. Я дал ей сигнал. Щелчок. Чтобы она мне открылась. Вот она сейчас открывает. Вот он Google. Ну Google я сейчас увеличу немножко. Смотри. Я хочу узнать где про меня что написано. Угу. Я должен туда зарядить. Фамилию свою. Имя. Что я ищу. А про меня ничего не надо. Я две буквы только даю. ИГ. И она сразу. А ты Игнатия Лапкина ищешь. Сразу выбрасывает текст. Игнатия Лапкин. Вот заметь. И Ла. И Луи все. Вот смотри. Как они делают. Видите. Букву я делаю. Буква И. Вот видите. И. Она игры. Игры. Интернет. Там все. Теперь говорю ИГ. Она пишет Игнатия Лапкина сразу. По двум буквам она мне нашла. Ты видишь нет? А я не буду. Я в этом не разбираюсь. А? Ты видишь нет? Я написал две буквы. Она внизу подписала. Вы ищите Игнатия Лапкина. А где написано что она? Вот она Игнатия Лапкина внизу. Видишь? А вон вверху две буквы я написал. Ага. Она по двум буквам высчитала меня. Почему? Потому что там в этом интернете много много моего материала. Я говорю да Лапкин нужен. Я ткнул. Она теперь взяла его. Все теперь на учет. Что вам нужно от Игнатия Лапкина? Ну я что говорю. Про Рождество у него что-нибудь есть? Вот заметь. Я слово пишу Рождество. Вот. Я написал Рождество. С ошибочкой. Вот я написал Рождество. Гляди. Я на него нажимаю теперь. Ищи. Нажал. Она говорит когда? Вчера шесть седьмого трапеза. Детский концерт. Рождество. Все пожалуйста. Ты хочешь посмотреть как вчера концерт был? Да 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 да. Покажи. Вот она. Она уже выбросила мне. Вот она. Я теперь открываю его. Вот смотри. Вот она. Где водник присущей в землю порождает. Ведь земля речек непреступному приносит. А мир из пастыли слова сноя. В пастыли созветную путешествует. А в городе родися. В пастыли. В пастах. В пастах. 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 А мир из пастыли. Детей, что они хотят показать, награжденные Тобой особыми дарами. Тебе Божья слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Вы заметите, сейчас дети будут. Получи. Что вы тебе будете? Теперь дети выступают, я продвину вперед. Я все пускаю на душе. Они продвинутся, они все грузируют. Тебе Божья, подай мне пару звук. Поговори по полку. Что-то случится. Где же вы сюда? Может быть, кто-то встанет. Да, не встанет. Да, не встанет. Да, не встанет. Да, как-то Лена, я не знаю, что ты не мешала снимать. Я одна загородила половину. Иди сюда. Лена, давай сюда, иди сюда. Вот, место свободное. Смотри, сцент на ребенком туда. Ей же с ребенком. Все, что она видела. Подожди, я так загородил. Ваня, все ваши косяки посмотри. Давай, прощайся, давай. Да, давай, давайте, уходи туда, чтобы здесь никто вот рядом не сидел. Потому что идите. Дальше, дальше, да. Вот, 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 смотри, перезайся сюда. На ту сторону кому надо. Садитесь, где закрепите. И тут и хорошо, иди. Садитесь, да, оттуда снимай. Не влазь как туда. Иди не закрывай. Ну-ка, провода, да. Да, влазь. Дальше, уходи сюда. Так, ну все. Начинайте. Вот, вот, вот. Нет, нет. Найдите, я пенок, и хрою. Не скоро мог бы, они туда поднимать? Если у тебя скоро... Да, вы, станьте разговаривать, сейчас. Прямо не молчание. Нет, нет. Ничего, не станьте. Вы с кем не разговариваете? Да, вот, пожалуйста. Петель, долго стоять. Остальное время. Остальное время. Все закрылось, вы понарабли. А, ну все, мы готовы, гостей. Все, что хочешь. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ночь тиха в потверде зыбкой, звезды южные дрожат. Очи матери с улыбкой в ясли тихие глядят, ни ушей, ни взоров лишних. Вот пропели петухи, и за ангелами вышних славят Бога пастухи. Если тихо светит зору, озарен морей лик, звездный хор к иному хору слухом трепетным приник. Над ним горит высоко, та звезда далеких стран, с ней несут царь Востока златосмерну и ладан. И пришел он во храм, там учил фарисей о субботе, о язвах пророка. Разогнул он завет перед сонным людей, провещал изречение пророка. Дум Господень на мне, он помазал на меня и послал благовещен народ. Не дай прозрение слепым, слабым верея в меня, траву попустить на свободу. И закрыл он завет, и не морею. Я бы продумал вперед, чтобы сразу... Ему заменяли отчинную шубу, ослиные губы и нос древолая. Стояли в тени, словно в сомнерках лет. Нет, старость оживляет, младость бережет. Будь благословен ты, Рождества приход! В далекой Палестине, где редко львят дожди, В ночь свои кроватки ложились морщи. В домах тепло и сыро, уютно и светло. И месяц наблюдает в прозрачное окно. Уснулись но глубоким, но видели тогда, Как совершилось чудо, горело, как звезда. Творец стихий, законов, создатель всех миров, Бездонных океанов и сказочных цветов. Творец вулканов грозных, углюмых, острых скал На небе у престола Всевышнего сказал. Отец, не прикосновлю, спасать людей пойду. Твою исполню волю, пусть и даже и в аду. Приму плод человека и стерния венец. Позор, мучения, пытки, хотя я их творец. Иду смиренно. Слово последнее сказал, и чудо совершилось. Бог человеком стал. Вставал восход краснея, гоня с планеты тьмы. Мария песню пела владельцу своему. Есть страны, где люди от века не знают. Ни вьюг, ни сыпучих снегов. Там только летающим снегом сверкают Вершины гранитных хребтов. Цветы там душистые, звезды крупнее, Светлей и нарядней весна. И ярче там перья у птиц, И теплее там дышит морская волна. В такой-то стране ароматную ночью При шепоте лавров и роз Свершилось желанное чудо в овощу. Родился младенец Христос. Зажглась звезда, Христос родился, И мир любовью озарился. Пусть счастья входит в каждый дом С прекрасным и святым Рождеством. Славный день, чудный день Рождества Христова, Нам рожден Иисус, не в лицах хвали. Бифлеем для людей город вечно главный, Там звучал хор небес для святой земли. Слава, слава Богу Вышней, Мир нам людям на земле. Хор небесный громко слышен В дивной ангельской стране. К нам на землю пришел Иисус Спаситель, Чтобы взять все грехи на Голговский крест. Бог так любит людей, что послал Иисуса. Ради нас Иисус умер и воскрес. Слава, слава Богу Вышней, Мир нам людям на земле. Хор небесный громко слышен В дивной ангельской стране. Слава, слава Богу Вышней, Мир нам людям на земле. Хор небесный громко слышен В дивной ангельской стране. Понятно? Понятно. Три слова и, пожалуйста, это уже мы берем из эфира. Вот это сейчас в Австралии смотрят, в Америке, в Японии. Но Вы сами записали? Сами записали? Вчера записали? Вчера записали и тут выставили в YouTube. Я хотела еще, мы сами пришли. Вот по интернету где-то какие-то переписки с кем-то ведут. Тут пишут, там и тут пишут. Ну да. А вот Вам с Осиповом, например, нельзя связаться? А у него, я сайт, не знаю где у него страница-то. Да? Я-то на странице стою, у меня 6400 человек. И вчера я посылаю материал, который, и 6400 сразу получили. Вот я, если бы как-нибудь... Ну а как? Его нет у меня, он нигде не выходит. Мне-то всюду пишут, меня знают. А он нигде, он выступил, и обратного хода никто никак. Они прячут телефоны свои все. Вот надо бы это... Понятно? Вот мой телефон самый распространенный, может быть, в Советском Союзе. По 100 тысяч экземпляров газеты в интернете я везде с телефоном своим даю. А лагеря печатаю. Все книги, все с обратным адресом, место жительства и телефона. Я никого не боюсь. Я желаю иметь общение со всеми. Я думал, а что можно, так обличили бы ему... Мы приехали в монастырь. Знакомый архимандрит, не кто-то, а в Бийске. Ермоген. И я не могу позвонить ему. Телефон не дают сторожа. Я поставил, покрутился, покрутился, потерял там несколько часов, всем ушел. Он знает наверняка, что он никому не нужен. На ночь выключает телефон. Мне вот подарили, это подарочный телефон. Ты посмотри, другой раз проверь, кто мне звонит, с каких стран. Какие вопросы люди задают? Просят все помолиться, помолиться, помолиться. И Германия, и откуда только нет. Почему? Я бы прятался... Как я прятаться могу? Это мне Бог дал. Это мое повеление. Усполняю Божье повеление. Вот дал мне Бог, я иду. А они ни один не дают. Нельзя позвонить. Вот здесь есть ролик один. Пошел к патриарху сказать, что делается. И он выставил ролик. Ну что? Встретили там на проходной милиции майор. Говорит, майор-то зачем, когда тут рядовой, сержант, как твой? Зачем там майор-то? Это же большой начальник-то. Майор, зачем ты? Я, говорит, хочу к патриарху. А зачем? У нас тут священники, тут пять шагов, и тут в этом же здании. Я, говорит, секретарю не мог пробиться. Они начали терзать, как ты приехал, кто такой, покажи паспорт. Ни под каким видом патриарха нельзя добраться. Понимаешь, нет? Я писал сколько писем. Я говорю, допустим, 38, написал заявление в краевую прокуратуру. Я говорю, я получил 38 ответов. В краевую администрацию, к примеру, 52, 52 ответа. Здесь я написал 40 с патриархом вместе. Ни одного. Нуль. Я уже думаю, там никого и нету. Это ну муляж один стоит и все. Ушастый фильм. Ни одного ответа ни на какие. У меня были люди, священники, которые ходатайствовали, несправедливо поступили с ними. Никому не отвечают. Я говорю, хоть кто-нибудь получал ответы, ни под каким. У нас в Потеряевке... Они боятся. День деревни. Ну, день деревни. Я иду в краевую администрацию. Карлина пригласила его окружение. В городскую администрацию. В КГБ, ФСБ называется. Ну, везде прошел, везде приняли. В воскресенье в Потеряевке будет встреча. Пришел в епархию. Не принимают. Я говорю, мне никто не нужен. Мне нужно отдать, чтобы поставили пищать на копию, что получили. Я приглашаю нашего любимого, епископа. А у нас заявление принимают только в четверг с 8 до 10. До такого нигде нет. Заявление принимать. Я из другого города приехал и буду ждать в четверг. Они ненормальные. Они больные, тяжело. Я это все Максиму высказал. Такого... Ну, нормально ли, что заявление принять? Тут сейчас приняли заявление. Хоть девушка, напиши его, приняли заявление. А разбираю в течение месяца. Ну, конгломерат, говорится, такой. Там никак, ни с кем я бы не смешался, через знакомых нельзя. Я тогда сказал, я не уйду, пока не придете здесь. Тогда секретарь прибежал. А что вы хотели? Я говорю, патриарху жалуются на вас. Бюрократы. Вот приглашение епископу Максиму. Отдал, повернулся, ушел. Недавно опять я ходил, приглашал. Опять. Ни под каким видом. Они не любят народ, не знают. Но о нас спросил его патриарх Кирилл. Нажал на него. Почему там все соединились, а кроме нас две общины остались на всю Россию? Барроли Потеряевки. Мы признаем их, молимся вместе. Их священники к нам приезжают, служат вместе. Но мы не под патриархом. Мы ему не подчиняемся. И Максиму не подчиняемся. Мы прямо через Синод только могут считать. И далее указания. Он беседует с нашим, видимо, епископом. Наш епископ Рептихий нам сказал. Почему? Две только общины. Что там делается? Он говорит, если бы епископ местный по-другому относился, давно бы объединились уже. Его вызывают, видимо, даванули. И он нам говорит, я на вертолете готов к вам сейчас полететь. На вертолете. Зимой. Батюшка говорит, да у нас площадки негде садиться там. И зимой у нас не положено. Вот как. Они ненавидят людей, ненавидят нас. Я говорю, на мои книги. Я говорю, мои книги десять лет. Десять лет – это срок большой. Вы можете меня в суд вызвать, церковная цензура. Соберите самых лютых врагов моих. И я предстану перед вами отвечать. Вы клевящите, и ни один книгу в руки не брал, не читали ничего. Им говорят, где это ты читал? Нигде нет. Все ложь. Одна сплошная ложь. И когда меня спрашивают, что такое московская патриархия, одним словом – это ложь. А двумя словами – всегдашняя ложь. А тремя – тотальная всегдашняя ложь. Они только лгать могут. Я все это патриарху написал. У них нет. Между собой священники. Все это как относятся друг к другу с пастой. Они даже выйти к народу. Патриарх говорит – ходите на распутье. Храмы пустые. Андрей Кураев говорит – если вы это не поняли, не занимайтесь молодежью. Через 50 лет будет московский халифат. А не московский патриархат. Они это понимают. Патриарх проехал до Востока. Кирилл ответ дал. Состояние церкви – большое тире – духовные развалины. Сектанты все захватили. Весь север, весь восток. Я проехал нынче до Владивостока. В находке был. 240 городов посетили только. И районных центров. 240. У меня представление о России самое полное. И скажу – патриарх говорит не всю правду. Ему показали, что самое лучшее. Он не был, где мы были. Мы где были – это там Хиросима. Там все выжжено. Там одни мусульмане. А русские витязи под забором пьяные лежат. Они не знают Бога. Со священниками говоришь – он совсем неверующий. Еще мы ждем. Я буду ему подчиняться. С чего ради этого? Бог дал мне совесть. Ты меня обречи. Вызовите меня конкретно. Вот кто такой-то, страница такая-то. И скажи – это не по слову Божию. А не потому, что тебе не нравится. Царю Ахаву был один не нравился Михей. Говорит – не люблю его. Но он предсказал – пойдешь и погибнешь. Он говорит – посадите и кормите его хлебом да водой. Я вернусь. Он говорит – не вернешься. Я вернусь, я с тобой разберусь. Не вернешься. И в этот день он был убит. Но он говорит – знаете, среди вас был пророк. Он вам говорил правду. Я не пророк добавляю, но я никогда во всех книгах не глядел. Угодно это – патриарх, батюшки. Я говорил так, как подсказывает моя совесть и мой Бог на молитве. Я патриарх. Когда начал говорить, я говорю – я не менее, но раз 18 раз становлюсь. Это 2000 поклонов за вас кладу. Чтобы вас Бог всех вразумил. Что вы делаете с моей Родиной? Вы людей заблудили. Люди разберлись куда угодно. С мощами возятся там. Показывают мощи, стоят. Митрополит обмывает ноги. Отпиленные вот так вот ноги. Ноги. Пальцы там, ну, мертвые, скрученные. Это поклонение. Это надо. Трупопоклонники несчастные. А о мощах сказано так – прах ты и в прах возвратишься. А он что предлагает? Из антиминцев отсюда взять мощи, с честью похоронить, отпеть. Все на этом закончилось. Антоний Великий спрятался. Его мощи никто не знает. Элариона не знает. Они прятали, чтобы мощи не изрезали. И по сегодняшний день мощей нигде нет. Они вот все время ломятся. А у меня мощей от 120 человек. Он ущипнул. Но это надо. Он как изыщик. Думает, у него мощи там какие-то. И теперь там прибывает сила. Ну дикарь другого убьет. Сердце съел. Его мужество на меня перешло. Там есть такой настоятель Данилова монастыря. В патриархии. Мещеринов Петр. Он говорит – это белый магизм. Самое настоящее. Люди не знают Бога. Вот ходи, поезжай, что-то скажи, что-то на небе там сделай. Он щелкнет. Таймер какой-то. Ничего нигде не будет. Надо сердцем полюбить Бога. Ну как? Как девочки поют? Счастье мирском мимо. Счастье мирском мимо. Счастье мирском мимо. А всюду горят огни. Боже всего храни, мама. Сердце свое храни. Смотри, посмотрим. Как называют? Вот это говорит Тарасий. Много Тарасиев сегодня? Как Тарасий? Ну Тарасий его звать. Тарасий. А, Тарасий. 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 Записано в календаре. И в этот день назвали. Вот эта вот старшая дочь. Вот эта вот. Ливия. Ливия. Что такие имена-то не православные? Не православные? Да. А какие? Галя, Сережа. Это православные, да? Ливия я не видела. Ты скажи, я не видела? Ну давай, я тебе дам календарь православный. Вот, смотри. Календарь московской патриархии. И Тарасий, и Ливия есть. Да она еще не знает. Она совершенно есть. Ну Ливия это я не слышала. Ну ты не слышала. Вот один вопрос. Я слепая. Но я не могу ничего сделать. А что это значит имя? Что оно значит? Да не об этом дело. Реже по календарю называли. Я за всю жизнь не встретил еще со мной, чтобы рядом был Игнатий. А уж Игнатий Тихонович вообще не найдешь. Вот у меня отец Тихон, а его братья какие? Амос, Наум. У матери три брата было. Макари, Филарет, Эммануил. Ну найди где-то. Библейский. Библейский. У нас в правительстве был Климент Ефремович. Кто это? А, этот. Ворошилов. Ворошилов. Сейчас ни одного Климента не найдешь, ни одного Ефрема нет. Что доказывать тебе? Да. Ну. Все. Ну так нет. Теперь смотри. Вот это увидит Тараси. Его сестренка Ливия. А следующая рядом стоит Леонида. Леонида даже. Леонида. Это все по календарю. И третья маленькая это Агния. Агния даже. По календарю. Да если бы люди-то православные-то батюшка крестил, поэтому они по прихоти. У меня старший брат Самуил. Мой родной брат. Поменьше меня Иоаким. Да где такие имена? А Богородица-то была Мария Акимовна по паспорту. И Акимовна у нее. Да, Акимовна. А сегодня где Акимовна ты найдешь-то? Нигде? Ну это именно. Вы живете по прихотям. А мы живем так, как нас православная вера научила. Подчиняться уставам нашим. Я что сказал не ладно-то? Все ладно. Ладно? Ладно. Все ладно. Благодарю тебя за большие твои дары. Я тут братья своих возил только как лекарства. Да. В прошлом году. Ты бы знала сколько тут благодарностей за вас было. Слава Богу за все. Я сегодня домой еду. Поэтому нам уже надо спешить. Ну пожалуйста. Слушай. Если можно сказать там Сережа за пчелами ухаживает. Хотим продавать. Ну если даже просто обними его и поцелуй. Скажи тебя очень благодарит Игнат. Для меня это лекарство от сердца. Ты знаешь что? В чем нашел ты еретичество? Вот он и говорит. Причащайте детей детей. Ты сама мать сначала причастись. Потом дитя причащай. А кто это говорит? Осипов. Осипов говорит. Вы это значит поминаетесь и поминайте. Так вы сначала сами покаетесь. Потом говорит. Все это правильно. Относительно детей. Дети должны быть первые. Всегда идут дети первые. Он за против крещения не верующий. Как ты же? Да. А почему не будут его книги сжигать? Его не обвинишь. Он прав. Его сжигают книги? Нет. Здесь не за это. Зачем? Не надо одно другим. Тут говорят что не православное. Не православное. Я не нашла. Он проповедует что вечного мучения не будет. Я в этом внутренне поддерживаю его. Но я не могу это проповедовать. Так он по святым отцам говорит. Вот тот говорит. Гиена не вечная. Нет. Вечная она. Все святые отцы так понимают. А мы не знаем какая вечность у Бога. Ну вот какая вечность мы не знаем. Вот и все. А слово вечность мы убрать не можем. И пойдут все и в уху вечную. А праведники в жизнь вечную. Вот мы и 25 глава. Ты пришел туда. Там уже вечность. Вечность это. Вот Осипов говорит с чем. С этим я согласен. Но надо все время делать поправку. Какую? А такую. Что слово вечность имеет не одинаковый смысл в священном писании. Мы не знаем. Он говорит. Мы не знаем про вечность. Понравилось ему. Ты к дверям и к приколеям ушил. И будет он вечно рабом. Ну что он за гробом рабом что-либо будет. А там нет ни мужчины ни женщины. Да. Все ангелы. У Осипова очень много хорошего. Не то слово. Очень много. Не нашла я ереси у него. Никакой. Нигде. Но никогда не говори что ты нету. Там не нам люди сидят которые смотрят. Ну что бы сказал против Христа или против церкви. Против украшений. Нет не против церкви. Это не в этом дело против церкви. Я это тоже говорю. Это не против церкви. Он за церковь здесь. За церковь да. Его за это можно только поцеловать. Он за простую церковь. Зайдешь где бедно. Где тихо. Зайдешь в это золото. Дело в том что в этом он прав. Еще раз говорю. Он прав. И против Осипов я ни одного слова не говорю. Но с этим я не согласен. Что язычник в раю будет потому что кому-то помог. Он не сказал так. Все будет в раю. Просто он сказал что был услышан. А как услышан он не знает. Не знаю. Не надо этого говорить. Нигде это нет ни в житиях. Нигде нет. Этого нигде нету. И зачем ему тут оригинальничать. Ну к этому придираться нельзя. Сколько у него добра. А сколько там что-то он от себя сказал. Нельзя сжигать ему книги. Потому что он все правильно обмечает. У нас планы такие. Если Господь благословит за Москву. Проникнуть дальше Москвы. И в том направлении от Петербурга до Одессы. Это на следующий год. И планы наши такие. Чтобы если нашелся спонсор. Мы желаем проникнуть до Португалии. Греции. И до Англии. Пройти все страны. Скандинавии. Через Прибалтику вернуться. Штропы. С книгами. Ну и громче говорите. Он уже не слышит. Помоги мне. Давай. Тугая стала. Галяшечка. А насколько много одеваю. Спасибо. Полезно. Спасибо. Все. Ну ладно. Слава Христу. Спасибо Господи за все. Слушай. Павел сказал. Для меня мир распят. И я для мира. Просто тебе объясню. Повтори. Для меня мир распят. Павел говорит. И я для мира. То есть мир распят его нету. Он умер для меня мир. И меня мир не тянет никуда. Ага. И я для мира. И мир меня признает мертвым. А зачем я им нужен такой. У него какие были таланты. Он загубил. Он кроме молитвы ничего не знает. Для мира я распят. Они меня презирают и отвергают. Такой я не нужен. Хотя меня в горкомах призывали везде. И говорили. Вы бы с нами были. Какую пользу принесли. Уж первый секретарь. КПСС. Мир для меня распят. То есть в этом мире до меня ничего нет. Он мертвый мир для меня. Меня туда ничего не тянет. Меня не интересует это. Я вижу. Там одна смерть везде. Ну а для мира я распят был в тот же самый день. У тебя на это пить? Ты не знаешь где Долгов Александр Дмитриевич? Вот он пакетик. А? А сумку не знаю. Что? Долгов Александр Дмитриевич. Где Долгов? Понятия не имею. В последнее время не звонит. Позвонил как-то что это самое. Увидеть бы поговорить. Я говорю о чем говорить. О детях или о чем. Добавляю еще на путешествие. Спаси Христос. Это ваша анахомпания. Нынче у нас только на бензин ушло 220 тысяч. Только. Это мы для Бога все сделали. Сколько людей которым Бог открыл свет. Я бы образовал если бы я был не православный. Ну примерно 200-300 общий новый было бы. А я этих людей всех подсосаю в патриархию. Они всех гробят против меня направляют. Я по другому не могу. Мне некуда звать. Мы зовем только всех в московскую патриархию. У нас больше нет. Куда здесь? Церковь. А они там что попало делают. Травят против. В той обстановке в которой я тружусь. Наверное за 2000 лет никто не трудился. Да дай Бог. А где мне шапка? Вон там. Так что взяла? Шапку. Шапку у тебя она была? Разве шапка у тебя? Да. Так тут нету. Вот она. Вот она. Игнать Ильич. Вон внизу. Вон она где внизу. Смотри какое гнездышко хорошее. Да? Тепло? Лох не мясный. Смотри я рад что вы зашли. Ну спасибо Господи. Спасибо Господи конечно. Нас Господь сегодня обильно благословил. Намеченное что у нас было в три раза больше успели сделать. Где принимали как. Меня там в стихарь в Москве одевали проповедовать. В стихаре. В таком виде там если в интернете сейчас. Все это заснято было. Многим многим Господь открывает истину. Вот это самое. Чтобы с такими как вы. Например Осипович. Чтобы так связаться. Ну как говорит. Встречи у меня лично не было. Да. Ну постарайся. Друзь. Ну как я буду. Друг с другом. Вы бы много ему поддали бы. Ну мы недалек. Он кажется года на два старше меня только. Так что мы могли бы конечно побеседовать. Нет. Ну нужен ли я ему. Умничка. Желает ли он этого я не могу знать. Надо заставить бы было его. Ну как у него нет. У мой открыт. Нет. Я ничего. Ты сейчас только заряди Игнатий Бабкин. Я знаю что ты не сможешь. Большого система Google запомни это. А так бы ему маленько поддать бы конечно. Делать неправильно. Ну. Я бы с удовольствием. Ну. Ну спасибо Господи за все. Спасибо. У меня никто не не ищет. Ха. Спасибо Господи. Спасибо Господи тоже. Спасибо Господи. Спасибо Господи тоже. Благодарю сестры. Мне нельзя вот так благословить. А я здание хотел благословить. Закрывай. День открыта. Помни как я на палатах лежал, а вы мне все благословяли, когда ловили. Давай. Спасибо Господи. Все, Богу.